Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, что добавить в землю для того, чтобы грунт стал здоровый, плодородный, не болел и дал в следующем году как можно больше урожая. Сегодня будет ровно 5 подкормок, которые помогут увеличить вашу урожайность несколько раз. И самое главное, сделают почву не просто плодородной, но и избавит вас от вредителей, которые поедают ваш будущий урожай. Вы, наверное, замечали, что многие насекомые, бложки, белокрылка, плещи начинают атаковать растения уже в середине лета. И вот они сейчас залегли на почву, ушли под почву и весной начнут просыпаться и поедать ваши растения. Поэтому их вытравить надо именно сейчас. И именно сейчас надо готовить почву именно к плодородию для большего урожая. Я уже вам не буду показывать урожай, думаю, вы все его знаете. Начнем сразу с удобрений. Итак, первое удобрение это аминоцимус, универсальный, 4 силы. Данной бутылки 500 мл хватает на 6 соток. Это мной проверено, работает. Что делает это удобрение? Во-первых, в нем содержится огромное количество аминокислот, которые именно усиливают действие всех веществ, которые находятся в почве. Во-вторых, там есть гуминовые кислоты, фульфовые кислоты, которые как раз и влияют на плодородие этой почвы. И когда аминокислоты соединяются с гуминовыми кислотами, то почва сама начинает перерабатывать все плодородие. То есть все, что не есть, все заделывается на плодородие. Вам надо всего 1 столовую ложку на 10 литров воды. И проливаете, как говорится, огород. Для эффективности в эту смесь я добавляю йод. 1 столовая ложечка. Что дает йод? На самом деле йод действует здесь как средство от грибковых заболеваний. Если у вас в почве есть какие-то грибковые заболевания, растения болели фитофторой, серой, черной, белой гнилью, бывает такое на томатах или на огурцах, то я рекомендую добавить 1 столовую ложку йода. Если у вас какие-то проблемы с йодом, то не стоит этого делать. То есть уберите этот ингредиент. Но если никаких проблем нету, потому что если вы живете в регионе, где недостаток йода, это даже будет плюс, потому что ваш будущий урожай уже будет содержать небольшое количество йода. и добавляем янтарную кислоту. Я рекомендую приобретать ее всегда в порошке, потому что так дешевле, она так эффективно и работает. Если она у вас плохо растворяется в воде или у вас не хватает терпения, я рекомендую ее отдельной емкостью растворить в теплой или в горячей воде. 1 столовую ложку или пол столовой ложки вполне достаточно на ведро. Я растворяю в холодной воде, потому что в течение 5 минут она хорошо растворяется в холодной воде. По крайней мере, моя янтарная кислота растворяется так. Все хорошо перемешайте. И этой смесью достаточно всего 1 раз осенью пролить весь огород. Кому понравились цветочки на заднем фоне, это синее любилие. Итак, я добавляю в лейку. Вы можете замешивать сразу в лейке, просто она как-то неэстетически выглядит. И в ведерке это смотрится куда красивее. Поэтому я рекомендую сразу замешивать, либо в больших емкостях потом поливать, либо сразу делать данный раствор в лейке. Потом просто проливаете огород. Также огород можно дополнительно просыпать. Сейчас мы вернемся к тому, чем можно просыпать огород. И для чего вообще это делают. Дело в том, что сейчас у нас осень, в Сибири уже холодно, ночные температуры падают до нуля. И все эти вредители, насекомые, они начинают зарываться в этот грунт. То есть они уходят на спячку. В Сибири грунт промерзает довольно хорошо, практически 1 метр в зимний период. Поэтому они там довольно хорошо зимуют. И чем же просыпать огород для задела будущего урожая и чтобы сделать почву благородной и от вредителей. Первое у нас зола. Я взяла золу подсолнечником. Но на самом деле вы можете взять абсолютно любую золу. То есть если вы топите дом или баню бревнами там или деревом, то можете как раз брать золу от этого. В золе содержится огромное количество кальция, калия, фосфора и есть кремний. Когда вы добавляете именно золу осенью в почву и к весне она у вас переработается в нужные вам вещества. Кальций влияет на то, чтобы не было вершины гнили. Кальций можно носить именно сейчас. Если нет золы, можно взять, например, кормовой мел. Ну тот же мел. Он тоже содержит огромное количество карбоната кальция. Просто в золе еще есть много других веществ. Такие как калий, как кремний. Кремний влияет именно на то, чтобы растения хорошо переносили стресс. Итак, от вредителей. Порошок, горчин. В принципе, в предыдущем видео я вам говорила, что можно смешать табачную быль с горчицей. Так вот, горчин это два в одном. Табачная пыль, перемолотая с горчицей в порошок. Только вот она вот в порошке. Если табачная пыль у нас была там какой-то мелкой фракции, то тут у нас полностью порошок. Когда вы заделываете вот этот горчин, просто не везде его можно найти в магазинах, не везде он продается, поэтому иногда проще взять табачную пыль и горчичный порошок, и смешать вместе. Этот горчин ненавидит просто вредители. Это я вам уже по опыту говорю. Я этой смесью отгоняю вредители летом, потому что бложки убегают только так. Белокрылка ее не любит. И поэтому, если вы сейчас занесете, пока они еще не вошли в землю, они убегут куда-нибудь. Ну, к соседям, там, в лес или куда угодно. Они не погибают от этого, они просто уходят. То есть, когда питания нет, они просто уходят. Ну, вы их отгоняете, как с мышами бывает, да, ставите специальные ловушки, а ультразвуковые, и они уходят. Куда уходят? К соседям уходят. Как говорится, это проблема уже соседей. Итак, также я рекомендую в осенний период добавить яичную скорлупу. Яичная скорлупа, я думаю, вы многие едите яйца. Никогда не выбрасывайте скорлупу. Перемалывайте ее в порошок и добавляйте сейчас в грунт. Там огромное количество просто богатых веществ. Они содержатся настолько много питания, что в вашей почве именно зимой она сейчас переработается. Будет разлагаться, ей надо в течение 7 месяцев разложиться, и тогда она будет действовать. Если мы используем ее весной, то ее надо погасить какими-то кислотами. А вот осенью ее достаточно просто ввести в грунт, и она к весне уже станет в активной форме. Итак, последнее удобрение это гречишная лузга. Я бы не сказала, что это прям сильное какое-то удобрение. Плюс данного удобрения гречишной лузги в том, что она делает почву дышащей, рыхлой. И если она у вас тяжелая, с углинок или я не знаю в чем вы выращиваете, просто в Сибири чернозем, то именно гречишная лузга делает так, что почва стала более воздушной, рыхлой. Именно в рыхлой почве растет все в 2-3 раза быстрее, когда растение, корневая, получает больше кислорода, чем когда растет в тяжелом грунте. И также в ней есть не какое-то небольшое питание, говорят, она немного раскисляет почву. Хотя я не заметила. То есть, чтобы раскислить почву, ее надо очень много. Поэтому я добавляю всегда в одну теплицу гречишную лузгу, во вторую теплицу рисовую лузгу. И, конечно, после того, как это вы все посыпали, дайте постоять день-два, чтобы эти вредители убежали. И затем перекапываем почву. И все. Можно пролить для плодородия. И вот так вот оставляем на зиму. И больше ничего не делаем. Можете делать опыт с разными теплицами, с разными участками. И это на самом деле работает. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.